Приветствую вас, я улавливаю некую связь между тем, как родители относятся к вам, то есть тем, что они попрекают вас, грубо говоря, деньгами, то есть говорят, что вы не сможете самостоятельно жить, что у вас не получится самостоятельно себя обеспечивать с мультим, и, в общем-то, тем, что они используют довольно-таки грязные методы манипуляции, то есть они манипулируют вашим ребенком, например, пытаясь его переманить к себе, и тем, что вы ссоритесь из-за вашей ревности. Вот подобная модель поведения ваших родителей и плюс их ревность, на мой взгляд, и создают необходимые условия для того, чтобы вы испытывали определенный дискомфорт от данной ситуации. Я полагаю, что родители такую позицию, вот именно позицию того, что вы там сейчас сами не справитесь, что вы там, например, ничего не можете сами, что вы ни с чем не справитесь, что у вас ничего не получится, что вы на что не способны самостоятельно и прочее, прочее, родители данной позиции, мне кажется, и сформировали вас неуверенность в себе, в результате чего у вас и происходит ревность. И вот это, наверное, первый аспект, который, я думаю, вам нужно обязательно проработать. То есть ваше взаимоотношение с родителями, то, как вы воспринимаете своих родителей, то, что они для вас значат и так далее. А также те установки, которые они вам, ну, скажем так, привили. И привили именно в отношении вас самой. Второе, это, собственно говоря, причина распада первого брака. То есть вот, какие были причины у вас развестись с мужем, с вашей мужем. Что на это повлияло, что этому поспособствовало, какие были препостылки и так далее. На мой взгляд, это очень важный момент. Потому что именно причина, по которой вы расстались со своим мужем, именно эта причина может стать той же причиной, по которой вы расстанетесь, например, вот со своим настоящим мужчиной. И если ее не устранить, то будет вам, ну, довольно-таки тяжело. Далее. Если мы с вами говорим про ревность, то здесь необходимо более ценностное, более основанное на любви отношение к вам самой, чтобы вы все-таки перестали ревновать, чтобы вы все-таки пересмотрели отношения и к себе, например, и к своему мужчине, и, может быть, более ценностно, более свободно, более доверительно к нему бы вы относились. Это вот было бы тоже очень хорошо для того, чтобы ваши отношения не повторили бы вот как раз тот путь, который вы прошли со своим первым мужем. Далее. Вы пишите о том, что вот вы, значит, расстраиваетесь, когда ссоритесь со своим мужем. Это означает то, что вы делитесь своими эмоциями с своими родителями. И же это означает, что вы родители как бы в курсе того, что с вами происходит. И вот здесь строится следующий важный пункт, что вам в любом случае стоит перестать рассказывать родителям о том, что вас беспокоит, что вас беспокоит, что вас напрягает, ну и так далее, и так далее. Потому что, к сожалению, в противном случае родители так и будут вас, ну, вами манипулировать. По-другому, к сожалению, ну, не будет. Это факт, ну, довольно свершившийся. То есть родители используют ту информацию, которая у них есть о вас. И если вы эту информацию им давать не будете, а если при этом свои собственные переживания вы научитесь разрешать собственными силами, допустим, то это для вас, вкратки, будет хорошим подспорьем для того, чтобы стать более независимой от, опять же, своих родителей, которые, судя по всему, преследуют свои цели определенные. Вот. Я, безусловно, не хочу сказать, что они поступают как-то неверно, я, безусловно, не хочу сказать, что они у вас плохие, но некоторые аспекты их поведения мне кажутся, ну, достаточно негативными именно для вас и для вашего ребенка. На самом деле, очень плохо, что именно ребенок становится аргументом в этом противодействии, в этом противобойстве вас и ваших родителей. Вот это очень является самое скверное, самым скверным это является во всей этой ситуации. И вот подобное, вот как раз таки и нужно, на мой взгляд, как можно скорее избегать. Ну, а для этого, как вы понимаете, наверное, из того, что я уже сказал, вам необходимо будет проработать те моменты, которые я вам высказал. И на вопрос о том, как вам быть, нужно сказать следующее. Вот вы заметили, что вдруг мои родители вправы. Значит, родители ваши, может быть, и действительно вправы. Но дело здесь не в этом. Дело здесь немножечко в другом. Дело здесь в том, как вы сами будете выстраивать отношения со своим мужчиной, будущим мужем. Если вы будете выстраивать их так же, как вы выстраивали в предыдущем, то да, они окажутся правы. Если нет, если вы, например, проработаете, допустим, родительский сценарий, если вы, допустим, станете более уверены в себе и прочее, прочее, то тогда все у вас будет в порядке. И как бы ситуацию с мужем не повторится. Что касается родителей, то они по-своему вас любят, они по-своему за вас переживают, и они хотят вам добра. Но нужно понимать, что добра вам родители хотят как бы по-своему. То есть так, как вот они это понимают. Не так, как это понимаете вы, а так, как это они понимают. Вот они сами, как понимают, так они и пытаются вам это самое добро и привить. И вот, ну, на понять, что родители в любом случае, при любом раскладе, от вас, вообще-то говоря, никуда не денутся. Они не исчезнут, не уйдут, не уйдут и так далее. А вот ваш мужчина, с которым вы сейчас находитесь в отношениях, ваш мужчина, он уйти, к сожалению, может. И именно поэтому, именно потому, что он может уйти, именно потому, что его вы потерять можете, а своих родителей нет. Вот именно по этой причине я и хотел бы, чтобы вы сделали выбор именно в сторону, в пользу мужчины. То есть, чтобы вы не думали, как о таковом, что вы можете потерять родителей. Вы говорите, вот, например, что и родители люблю, и не хочу портить отношения и будущего мужа. Вы не портите, как таковые, отношения со своими родителями. Вы отстаиваете свои личные границы. Вы только так можете родителям показать, что вы уже стали самостоятельными. К сожалению, только так. Вот другому родителям никак этого не показать. И поэтому, если вы боитесь, не хотите портить отношения со своими родителями, то их портить по большому счёту и не нужно. Просто вам желательно спокойно без каких-либо, знаете ли, таких ссор, без каких-либо, знаете ли, эмоций, без каких-либо, знаете ли, экспрессивных поведенческих моделей и прочее. Вам нужно вот именно таким образом сказать родителям, что я буду делать то, что я считаю правильно. И по сути дела всё. И поначалу родители будут воспринимать ваш вывод достаточно негативно, потому что они будут думать, ну как так, вот вы, скорее всего, ошибётесь, скорее всего, сделаете что-то неправильно, скорее всего, как-то опять окажетесь у разбитого корыта и прочее, прочее, прочее. Но потом у них не останется выбора, и они смирятся. Либо, если они не смирятся, и если они будут по-преднему на вас давить, это значит, что они не так сильно вас любят. И вопрос тогда заключается в том, а стоит ли, например, держаться за этих людей, если они вот так вот достаточно, ну, негативно к вам относятся. И в данном контексте мне представляется, что ваше поведение – это, так знаете, своего рода проверка родителей на искренность отношения к вам. Вот выдержат они эту искренность, выдержат они эту проверку или нет, это вот как раз таки показывает только время и ваше упорство. Другое дело, знаете, если вы как-то вот боитесь чего-то, другое дело, если вы как-то опасаетесь чего-то, опасаетесь того, что, например, последует за их реакцией. Вот здесь вот вам желательно было все-таки работать именно со своим страхом, чтобы именно страх не мешал вам принимать, ну, скажем, адекватные решения, чтобы страх не блокировал ваше поведение, чтобы вы не вредили себе и не действовали именно в ущерб себе. Это немножечко отдельная такая тема для разговора, это немножечко такая отдельное направление для работы с вами. Отдельная не потому, что обязательно нужна консультация, а отдельная потому, что здесь немножечко не про страх, а поскольку тема страха достаточно важна, то нужно разобраться, если он у вас вообще. Но пояснить о нем, я думаю, все-таки стоит. Вот так, мне кажется, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...